Около года назад я выпустил ролик под названием «Самый страшный секрет атеизма». Он был посвящен некоторым аргументам, указывающим на то, что атеизм можно считать полноценной религией. Самым главным аргументом, доказывающим это, мне кажется, является реакция атеистов на подобные видео и сказанные в них слова. Обычно комментарии от них — это оскорбление и унижение, причем не слишком интеллектуальные и изысканные. «Атеизм — это религия? Автор, ты идиот! Не порти своей тупостью гигабайты дискового пространства на ютюбе! Гигабайты дискового пространства на ютюбе!» Наверное, писал какой-то школьник. Такая же реакция у многих православных мусульман и иудеев и даже кришнаитов, когда я высказываюсь о них. В общем, что возьмешь с религиозных людей, они все одинаковые. Более того, в ютюбе существует ролик, критикующий меня, название которого звучит, внимание, как «Еще один разоблачатель». Разоблачатель, ребята, разоблачатель. Понимаете, у вас же претензия на образованность, и какой к черту разоблачатель? Разоблачитель! И никак иначе. Пишите, пожалуйста, без ошибок. Среди религиозных фанатиков, пишущих мне, защищающие своих богов, очень много тех, кто пишет с ошибками. И суть не в частностях, а в постоянной практике. В последнее время подобную практику я вижу и у тех особо ярых, чьи религиозные атеистические чувства я задел. Мне всегда казалось, что атеизм – это прежде всего грамотность и образование. А оказалось, что это совсем не так, увы. Оно и понятно, ведь суть не в фактах, а в вере. И я говорю это не будучи верующим или атеистом. Сегодня мы представим доказательства, которые не покажутся, скорее всего, религиозной общине атеистов крепкими аргументами, доказывающими, что атеизм – это, конечно же, религия. Однако это не означает, что эти аргументы слабые. Одно из доказательств, один из аргументов бьет на повал атеизм, доказывая слова не только мои, но и многих других умных людей. Ну что ж, друзья мои, приступим. Приветствую вас на канале Нулевой Пациент. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление всякому невежественному дурачью, заполонившему этот мир. Прошу поддержать канал подпиской о видео, лайком, комментарием и просмотром этого ролика до конца. Поехали! Постойте. Что-то не то. Что-то не то. Я чувствую себя не очень хорошо. Голова. Голова. Постойте. А где шапочка из фольги? Не держи меня! Не держи! Не верьте ему! Он хочет создать свою секту! Слышишь, ты кому мозги пудришь? Кто из нас двоих хочет сделать эту секту? Я или ты? Неважно. По паспорту мы. Что это будет за секта, Паша? Секта имени тебя, а? Это будет прекрасная секта имени Пашки. И там будут собираться и развлекаться всякие клевые люди и конспирологи. И все они будут против одной личности. Против пеки. Не помогают эти таблетки. Если атеизм это религия, то лысая голова это прическа. Такой супер остроумный, ставящий меня и мне подобных на место аргумент, я читал не раз среди комментариев под моими предыдущими видео, где я высказывался об атеизме. Друзья, пока волосяной фолликул жив и волосы растут, пускай даже на затылке и висках, значит для абсолютной лысины нужно их сбривать или состригать. То есть регулярно взаимодействовать с волосами. Технически лысина, полная лысина это прическа. Но больше всего меня поразило и насмешило это. Прелестно, не правда ли? Прически для лысых. Еще я слышу от атеистов такой аргумент, доказывающий, что это не религия. Атеизм не может быть религией, так как религия это вера. А атеисты просто не верят в религиозное и мистическое. И вот тут становится очень интересно. Вот прям очень. Так как такими словами они атеисты, безусловно, себя не то что подставляют, а просто таки закапывают сразу. И я даже не говорю, что теория эволюции, теории большого взрыва и многое другое, что является составляющими религии атеизм, это прежде всего теории и никак иначе. И сейчас так получается, что в последнее время атеизм и многие его убеждения, фундаментальные убеждения, формировавшиеся годами, терпят фиаско. И опровержения многих атеистических теорий появляются все чаще. Многие органы находятся в человеке все чаще, и их функции по-прежнему остаются загадкой. Без этого понять, что есть душа, реальность, сознание, метафизика и физика невозможно. Но христианам, мусульманам и другим религиозным группам уже все давно известно. Известно все, о чем я говорю. А тот, кто с ними не согласен, тот без. Но ведь ослу понятно, что бога нет. А тот, кто считает иначе, дурак, невежественный. Никого не напоминает? Конечно же, атеистов. Именно так слово в слово пишут мне некоторые атеисты. Еще и с кучей грамматических ошибок. Оно и понятно, ведь для религии факты не важны. Важна лишь вера и убеждение конкретного сообщества и комьюнити. Да-да, именно комьюнити со своими пророками, сватыми, их священными книгами и даже символами. Ой, а тут еще и один бестселлер на эту тему затесался, который пользуется сверхъестественной популярностью. Он посвящен религиям, правящим миром. И среди них мы, конечно же, видим атеизм. Атеизм. Надеюсь, никто из зрителей атеистов не думает, что подобные мысли автору книги внушил именно я. Вот что важно понять. Мнение о том, что атеизм – это религия, это частное мнение нескольких людей, или все-таки очевидный факт, становящийся понятным всем вокруг. Обратимся за помощью к самому популярному видеохостингу в мире – к Ютубу. Если говорить об англоязычном Ютубе, то здесь мы видим большое количество видео, сделанное разными людьми, посвященные тому, что атеизм – это религия. И не просто религия, а даже церковь. Восход церкви атеизма звучит интригующе. Но на все это атеисты говорят – нет, это неправда. Мы ни во что не верим и противостоим невежеству. Одним словом умных людей, понимающих, что атеизм – это религия, становится все больше. И то, насколько это правда, будет зависеть как раз не от атеистов, а от количества людей, считающих так. Итак, когда-то основное количество образованных людей, принимающих решения в этом мире, отвечающих за науку и образование, решили, что теория Дарвина и есть правда об эволюции и о происхождении человека. Когда людей, думающих так, в научном сообществе стало большинство, это мнение перестало вызывать сомнения. Все знают, что человек появился от обезьяны. Друзья, тех, кто считает иначе, сейчас много. Если вы один из них, прошу написать в комментариях, почему вы считаете и почему все должны считать иначе. И человек не появился от обезьяны, а теория эволюции – ложь. Дорогие друзья, а у нас с Петькой есть чудесная, красивая сестра. Ее зовут Евгения Власова. И она певица знаменитая. И она танцует, танцы всякие прикольные. Я к ней завтра поеду. Меня Петька только к ней отпускает. И сегодня в 9.00 на канале 1 плюс 1 она будет танцевать очередной свой танец. В современном мире, и это плохо, суть всегда в большинстве, не секта Белого Братства объявила себя сектой когда-то. И ее такое объявило общество. Так будет и с церковью атеизма, когда общество объявит их религии. И никакие их вопли не помогут никого в этом переубедить. В будущем лишь редкие безумцы будут примыкать к атеистам и говорить, что все не так. Смотря на них, многие будут махать рукой и говорить, а, ясно, теперь ты в их секте. И суть не в том, что это правда. Суть в большинстве. Друзья атеисты, но если вы пользовались этим принципом в сферах науки, образования и во многих социальных преобразованиях, то почему общество в своей массе не может отплатить вам той же монеты? Что посеешь, то и пожнешь. Осталось совсем немного времени, и скоро атеизм станет религией и даже церковью. Близо к тот момент, когда какой-то энтузиаст на одном из континентов официально зарегистрирует такую церковь, и туда по воскресеньям будут ходить прихожане. Если вы относитесь к растущему числу атеистов в Великобритании, то для вас с утра воскресенья это возможность как следует выспаться. В конце концов, на воскресную службу идти не надо. Однако все больше атеистов в Лондоне встают с позаранку, чтобы отправиться в церковь. Заходите к нам на воскресную ассамблею, не стесняйтесь. Ой, то есть я со своими утверждениями уже немного опоздал. Но я не верующий, который пытается унизить атеистов. Каждый имеет право верить во что хочет. Я не атеист, я не неверующий, не мусульманин, не христианин, не сатанист, не иудей, не буддист, не ньюэйджовец. Я вообще не могу позволить себе быть настолько тупоголовым бараном, чтобы позволить себе со стопроцентной уверенностью утверждать что-то, о чем-то, что я не видел своими глазами и не пощупал своими руками. Я вообще не люблю эти темы и не трогаю никого, если меня никто не трогает. Меня интересует лишь правда, я готов принять ее любой, даже такой, которая мне не понравится. Вы, верующие, в том числе и атеисты, ее ни черта не знаете и не можете знать ввиду недостаточного развития технических средств, исследований. И это нормально, не нужно этого стесняться. Тупым упрямым ослом быть более постыдно, чем человеком, ищущим правду, находящимся в пути. Современный человек чудовищно некомпетентен в вопросах науки и высоких материй, по причине, о которой я уже сказал выше. Уровень технического развития, теория большого взрыва и возникновения реальности, суть реальности, появившейся из абсолютного ничто полнейший бред. В вопросе возникновения реальности и сознания, скорее всего, участвуют субатомные частицы, чье существование мы даже не предполагаем, и чьи функции, скорее всего, невозможно измерить и понять, будучи в человеческом теле и в трехмерном пространстве. Вы знаете, что такое тасаракт? Вы знаете, что такое акторакт? Это геометрические фигуры, которые мы не можем воссоздать в нашем трехмерном пространстве, но мы можем изобразить то, как эта геометрическая фигура будет проходить через одномерное и двухмерное пространство. Благодаря этому мы получаем вот такие рисунки. Соответственно, извините, если мы даже не можем изобразить элементарный кубик, куб из многомерных пространств и увидеть его, то каким образом мы можем рассуждать о процессах, предстоящих появлению реальности, сознания, времени, пространства из абсолютного ничто? Ничто! Вот вообще ничто! Какое житие твое, пес смердячие! А еще существует сеть пассивного режима работы мозга. Она еще также называется нейронная сеть оперативного покоя. Знаете, когда она была обнаружена? В начале двухтысячных. Знаете, что о ней пишут? По состоянию на 2015 год. По состоянию на 2015 год функции СПРРМ, несмотря на активные исследования, неизвестны полностью. То есть мы ни черта не знаем, зачем у нас некоторые биологические образования в организме. Ну а теперь мое любимое. Гвоздик в крышку гроба. Доктор Доминик Дюрант в одном из университетов Огайо провел эксперимент и выяснил, что два разделенных нейрона, то есть нервные клетки, между которыми пустое пространство и никаких синапсов, обмениваются между собой электрическими сигналами, а точнее ионами. В вашей мысли это ионы. То есть речь идет о телепатии, доказанной научно. Доминик Дюрант повторил эксперимент для того, чтобы не казаться смешным и не совершить ошибку, и у него снова получилось. Но самое главное не это. Самое главное, что его вынуждены, вынуждены были опубликовать серьезные научные издания. Нейрофизиология, нейромедиаторы, синапсы – это уже моя территория, тут я, скептиков, буду рвать на куски. И в следующем выпуске, или максимум через один, так как это сопряжено с выходом моей новой книги, я покажу и докажу реальную телепатию на добровольцах, с улицы, теми, с кем я не знаком. И суть не в мистике, поймите, не в религии, а суть в взаимодействиях биологических, которые еще не известны науке, или, скажем так, мало изучены, или их вообще не хотят изучать. И гипноз он будет показывать. Знаю я твой гипноз, оттуда у меня шапка вот эта алюминиевая, чтоб ты меня не гипнотизировал. А Петьке не верьте, он как был ротшильдовской подстилкой, так и остался. Видели, какая у него морда встала огромная? Раскачался, падла, не влазит уже в кадр, все мясо сожрал в доме. Масоны вообще ни в чем меры не знают. Паша, держи себя в руках, сейчас будет ударная доза. Ничего страшного, придет время, и все будет найдено, и мистика, и бог, и ангелы, и иные миры, но все это будет из чего-то состоять, из конкретной материи, энергии и частиц. И вот тогда все религии и атеисты сольются в едином экстазе, в крике, вы все врете, но будет поздно, правду не остановить, но ее можно сжечь на костре. Можно много говорить, почему атеизм это религия, но лучше меня об этом скажет социология. Взгляните на этот график. Вот неверующие, вот религия атеизм. Не понял, это что сейчас такое? Боже, так атеизм и неверующие, это разные вещи, разные группы. Божечки, люди, як невдобно, получаете? Я тут хожу, всем рассказываю про лисину, про прическу, про то, что атеисты это неверующие, а тут оказывается, если кто-то не разобрался в терминах, это ваша проблема. Неверующие, слышите меня? И атеисты это совершенно разные комьюнити, совершенно разные группы. Одним на все пофиг, другие являются религия. В последнее время все больше похожей на секту. Работайте над собой, изучайте, замеряйте, а уже потом делайте выводы, только тогда вы заслужите уважения умных людей. Неверующие, это тот, кто сейчас посмотрел это видео, был спокоен, смотрел с интересом, поставил лайк, написал прикольное, интересное мнение, подписался и пошел заниматься своими делами. Религиозный атеист сейчас испытывает жуткое негодование и думает, что бы такое эдакое написать, чтобы поставить этого доморощенного эксперта на место. Может быть и доморощены, но от этого не менее гениальны. Шучу. Нет, не шучу. Переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь на мои соцсети. В нашей группе в Телеграме я уже выкладываю куски текста из моей новой книги, с которыми вы можете ознакомиться. Также через мои соцсети можно купить все мои книги с автографами. Пишите в личку. Мой дорогой человек, если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Подписка, лайк, комментарий, делитесь этим видео у себя в соцсетях. До скорой встречи. И помните, друзья мои, грядут перемены. Вы мои родные и есть эти перемены. И главное, ребят, да не воспринимайте вы так все серьезно. Улыбайтесь. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Пока. Всех люблю. Всем пока. Я вернусь в следующих выпусках. Обязательно, обязательно. Увидите. Я скучал по вам.